Рустикальный стиль это деревенский, скажем так, стиль или экологичный. Когда у нас в работе используется дерево, металл, чистые ткани хлопчатобумажные, какие-то хлопчатобумажное кружевое. Немножко рустикальный стиль сочетается со стилем боха, таким деревенским, не ярким, цыганским, а более интеллигентным и более выдержанным. Стиль боха, скажем так, богемный стиль. Когда тоже украшения делаются, много деревянных бусин, много каких-то хлопчатобумажных тканей, когда мы можем сделать какую-то бахрому из них. Вот очень хорошо работает здесь мешковина. То есть вот я сейчас вам разложу, значит, смотрите, мешковина у нас прекрасно работает, полотно у нас работает. Вот еще вот такая вот у меня была рогожечка, какая-то тканечка, да, лен. Прекрасно. Вот для штучек дополнительных я использую просто обыкновенную бязь белую или ситец, просто обыкновенная белая ткань. Или вот такое вот суровое полотно может быть, вот бортовка. Вот видите, вот такая вот тряпочка. То есть вот все вот эти вот ткани, они замечательно здесь сработают. Плюс к ним мы добавим еще салфетку. Значит, смотрите, опять же подбираем, думаем. Я люблю, когда работа так вот гармонично смотрится, поэтому я очень долго подбираю рисунки. То есть рустикальный стиль, что-то простое, да, растительные какие-то мотивы. Вот Марина тебе пишет из интернета, она быстренько кратко. Рустикальный стиль – это акцент на грубой природной красоте. Там предполагает естественную текстуру, простые землистые оттенки и, конечно же, теплую атмосферу. Да, именно вот простые. Вот смотрите, у меня по цвету цветовая гамма, да, то есть у меня цвет дерева, цвет полотна, белый. Вот, предположим, вот такая салфетка сюда замечательно подойдет. Видите, очень простой рисунок. Просто какие-то веточки, цветочки. Или же вот еще одна салфетка тоже замечательная, она немножко может быть из другой серии, но цветовая гамма у нее очень хорошо подходит вот сюда. То есть это просто вот землистые серые оттенки, какие-то белые. Вот, то есть я выбрала вот две, у меня будут салфеточки использоваться. Так, что еще у нас к рустикальному стилю подходит? Ну, естественно, всякие деревянные штучки. Деревянные бусины у нас сегодня будут в работе. Смотрите, какие ножки. Бусины. Значит, я нашла в магазине вот такие вот бусины. Вот буквально на днях ходила. Вот такие бусины деревянные. Вот эти мне подошли прям по цвету сюда, к моему сундуку. Прям замечательно. Значит, и как я их делала? Ну, мне не хотелось, чтобы... В принципе, это все равно, конечно, но мне не хотелось, чтобы здесь дырка была. Вот, когда смотришь вот так. Поэтому я нашла еще вот такие вот маленькие бусинки. Вот. И вклеила вот эту бусинку вот в одну из дырок. Ну, вот так вот она туда как раз вставляется. Я просто ее вклеила. Сейчас. Вот. Ой. Улетела. Вот. Вот такая вот бусинка у меня получилась. То есть мне не хотелось, чтобы дырка была. Просто приклеить. Я побоялась, что они отвалятся. Что я сначала сделала? Я немножко напильником спилила вот эту часть, чтобы она была более плоская. Опять же, площадь вроде как маленькая. Значит, и я взяла гвозди. Обычные гвоздики. Сейчас я найду. Обычный гвоздь. Вот такой вот шляпкой. Откусила шляпку. Взяла плоскогубцы в руки. Взяла этот гвоздь. И откусила полностью шляпку. Вот у меня остался только штыречек. И вбила вот этот вот штырь. Вот по месту крепления ножки. Видите, у меня вот. Вот. То есть вбила вот такие вот гвозди. Значит, но дырочка достаточно большая у этой бусины. Поэтому внутрь я взяла самоотвердевающую глину. И немножко туда забила эту дырку, вот этой глиной. Пока она у меня не подсохла, я эту бусину примерила. То есть делала дырку в этой глине. Вот. А потом залила клеем и на клей их посадила. И вот они у меня стоят жестко и да не отвалятся, потому что они на металлическом штыре. Вот так я сделала ножки. Вот. Посмотрите, какие ножки получились. Вот. И они уже никуда не денутся. Значит, что еще можно сделать вот в таких работах, да? Можно делать, вот я, видите, снизу у меня был трафаретик. Я нашла такие веточки симпатичные дубовые. И просто я набила трафарет. Сделала его со движкой. То есть набила сначала коричневой краской, чуть сдвинула и набила бронзовой краской. У нас фурнитура здесь была такая золотая. Золотая. Я состариваю фурнитуру морилками. Покрываю шелачным лаком. В зависимости от цвета, какой мне нужен. Могу, вот, например, здесь можно было, или как я даже делала, черной морилкой я покрыла. Покрыла шелаком. Мне показалось, очень черная и блестит. Мне этого не надо было. И сверху я просто багетной пастой чуть-чуть прошлась и дала такой вот золотой оттеночек. Он по цвету, они очень хорошо подошли. И по цвету они сочетаются с моим замочком. То есть я крашу морилкой фурнитуру. И покрываю лаком шелаком. Я пользуюсь спиртовыми морилками. Да, да, да. Вот, смотрите, вот такие вот морилочки. Я очень люблю вот венги. Я очень часто использую светлый орех, по-моему, называется, да? Да, красивый цвет. Очень красивый цвет. Цвета дерева. Цвета дерева. Боковинки. Что еще можно к таким работам придумать? Значит, можно сделать вот такие вот, опять же, из бусин сделать вот такие какие-то подвесочки. То есть несколько разных бусин собрать. Вот такая подвесочка. Тоже вот деревянные бусинки нанизала. И можно вот прибить вот сюда. Вот так. Деревянные бусинки. Как вам такой вариант? Либо можно даже сделать вот сюда какую-то бусину. Положить ее, чтобы вот она вот здесь вот болталась. Очень даже, кстати, может быть, даже вот в центр можно было сделать. Вот какие-то деревяшечки. Можно длинную сделать, чтобы она свисала. Вы можете делать вот такие вот розы. Текстильные. Текстильные, да. Потому что вот сюда, вот, кстати, смотрите, как красиво. Вот можно положить, вот, например, вместо вот этого треугольника положить вот розы, выпустить из нее эти самые бомбушечки. Такие работы хорошо украшают пумпончиками. Да, вот такой вот пумпончик. Что сюда еще хорошо идет? Вот такой вот серенький у меня пушистенький есть. Это просто сундучок очень маленький. А вообще вот к рустикальному стилю, да, разгуляться нельзя. К рустикальному стилю это очень хорошо подходит. То есть какие-то вот розы. Причем не только, как бы, из хбшных тканей, а в сочетании с шелком. Вот эти какие. Вот. Я бы здесь уложила. Можно вообще вот прям розами уложить. Вот. Ну и плюс вот пумпончики. Какие-то еще сюда хорошо, кстати, вот, смотрите, в сочетании с холстом, мешковиной и всем остальным очень хорошо работают атласные ленты. Имейте в виду, что вот как бы, когда вы ищете сочетание, не ограничивайтесь только холстом, там, берите кружево, вот, какие-то ленты, какие-то вот атласы. Тоже хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.